Ребята, всем огромный привет! Вы все прекрасно помните, что Наташа Макытка вызывала мне посылку с продуктами. И в этой посылке был вот такой вот классный желтый перец. Я долго думал, что делать с этим перцем, и мне в голову пришла одна классная мысль. Потому что я когда-то пробовал вот этот рецепт опять же в китайском ресторане. Это опять же для тех, кто любит сладкие соусы. Мы сегодня с вами приготовим папирони инсальса агро дольче, то есть перец вот такой вот в сладком соусе. Это очень классный перец. Попробуйте, я думаю, вам обязательно понравится. Нам понадобится болгарский перец сладкий, оливковое масло, 2 зубка чеснока, вот, кстати, чеснок я взял молодой. Также нам понадобится вот такой вот соус с базиликами, обычный простой соус с помидор, то есть тот, который у вас есть под рукой, яблочный уксус, соль, а также сахар. Для начала нам надо взять и хорошенько вымыть болгарский перец. Когда я был в Италии, мы всегда покупали бикарбонату для того, чтобы мыть овощи и фрукты. Не знаю почему, но итальянцы очень любят это делать. Бикарбоната это сода, поэтому я так же делаю и сейчас. Смотрите, я беру вот так вот соду и просто-напросто сверху насыпаю на перец, для того, чтобы убить все эти микробы, которые есть сверху на перце. Так, сейчас я положу соду, обратно на место. Так, смотрите, что я делаю дальше. Беру просто-напросто холодной водой и все это дело смываю и промываю хорошенько перец. Перец обязательно надо хорошо промыть. Потом, конечно же, надо взять и высушить перец. Хорошо, что у меня есть вот такие вот полотенца, которые, опять же, Наташа выслала. В общем, сегодня рецепт весь для Наташи, потому что почти все ингредиенты выслала Наташа. Так, смотрите, потом берем вот такое вот бумажное полотенце или, конечно же, любую тряпку, которая у вас есть, сухая. Вот, и хорошенько вытрем вот перец. Перец, конечно же, можно использовать другой, там, красный, зеленый. То есть, у меня есть желтый, я буду использовать желтый. Ну, конечно же, когда рецепт будете делать вы, попробуйте сделать, то есть, из разных видов перца, там, зеленый, красный, тоже очень хорошо. И оно очень, очень красиво потом смотрится на тарелке. Так, что мы делаем дальше? Так, затем нам надо порезать наш перец. Смотрите, что мы делаем. Можно делать вот так вот, разрезать. Вот, кто-то делает маленьким ножиком, просто вытаскивает вот эту серединку. Я делаю вот так. Затем аккуратно ножиком подрезаю вот так вот. И надо хорошенько повыбирать вот эти все семочки, которые есть внутри, потому что они горчат, вот видите. Вот это убираем. А также нам надо убрать вот эту белую пленку. Она нам тоже ни к чему здесь. Вот. И так мы поступаем с каждым перцем. Ну, смотрите, вот это белое я тоже убираю. То есть, для того, чтобы у нас остался чистый внутри перец, без вот этих семочек. Вот. Вот так вот должно быть. И так делаем с каждым перцем. Ребята, когда я чистил перец, я нашел внутри вот такую вот штучку. Напишите вам в своих комментариях, что это, потому что я не понимаю, что это, но я много раз находил вот внутри в перце, там где семочки, еще вот такой вот, как будто какой-то маленький зародыш. Я, конечно же, выброшу его, но мне очень интересно, что это. Так как я не знаю, что это, пожалуйста, напишите свои комментарии и объясните, что это такое внутри. Это еще один новый перец или как это, какой-то ребенок маленький, не знаю. В общем, напишите мне, будет интересно тоже. Так, перец готов. Я вот взял вот такую вот емкость для перца. Значит, смотрите, как нам надо его порезать. Можно, конечно же, резать его на разные там квадратики, кубики. Но, в моем случае, я буду резать, смотрите, как, на вот такие вот тоненькие полоски. Вот. Чем тонче, чем будет лучше, потому что он побыстрее прожарится у нас, да. Смотрите, сейчас я вам покажу. То есть, и так делаем с каждым перцем. Вот, чтобы были вот такие вот тоненькие, красивые, как будто пальчики. Вот, смотрите. И так поступаем с остальным перцем. Очень, кстати, красиво будет желтый перец. И выкладываем в эту емкость. Так, смотрите, перец готов. Вот так вот я его нарезал. Сейчас нам понадобится сковородка и будем обжаривать его. Так, ребята, сегодня я буду использовать свою новую сковородку, которую я купил Виталий. Не знаю, что это за фирма. Но, в общем, сегодня будем использовать эту сковородку. Значит, что нам понадобится? Возьмем оливковое масло. Вот. Тут примерно надо где-то ложек 5 чайных оливкового масла. Я сделаю вот так вот. Вот. И думаю, будет вполне достаточно. Много тоже плохо. Да? Так, пока у нас будет накаливаться оливковое масло, нам понадобится 2 зубка чеснока. Вот наш чеснок. Я чеснок не чищу совсем. Смотрите, что я делаю. Или рукой, или ножиком. Нам просто-напросто надо взять и раздавить вот так вот чеснок. Для того, чтобы он дал свой вот запах. И больше нам ничего не надо. Как только накалится сковородка, мы бросаем вот этот раздавленный чеснок в сковородку, обжариваем буквально 2-3 минуты, вытаскиваем чеснок и можем бросать перец. Так, сковородка уже у нас накалилась. Берем чеснок и набрасываем его сюда в сковородку. Обжариваем чеснок 2-3 минуты, для того, чтобы он дал свой запах. А затем мы просто возьмем и вытащим чеснок. Так, прошло 2 минуты. Смотрите, что я делаю. Беру и вытаскиваю чеснок. Видите, он уже у нас подрумянился. Он нам не надо, я его беру и выбрасываю. Так, затем берем перец. И аккуратненько выкладываем его сюда. Так, мешать я буду вот такой вот деревянной лопаткой, для того, чтобы не поцарапать сковородку новую. Вот. Не надо здесь крышки никакой, оно не должно жариться под крышкой. Вот. Затем возьмем соль и посолим перец. И опять же хорошенько его перемешаем. Обжарим минут 8-9. Вот. И обжариваем 8-9 минут. Тут перец начал приобретать вот такой вот золотистый цвет. Надо всё время хорошенько помешивать, для того, чтобы он у нас не подгорел. Ещё буквально 5-6 минут. И будем сюда добавлять яблочный уксус, соус, а также сахар. Так, ребята, перец почти готов. Возьмём яблочный уксус. Нам понадобится 4 чайных ложки. Раз. Два. Три. Четыре. Вот. Затем всё это дело хорошенько перемешаем опять. Уже пошёл такой запах уксуса. Тут опять же всё зависит от вас. Если вы не любите много уксуса, можете давать меньше намного уксуса. Так. Затем нам понадобится сахар. 2 чайные ложки сахара. Можно дать 2 с половиной, я люблю, когда послабше. Вот. Опять же хорошенько всё это дело перемешиваем. И обжариваем опять пару минут. Так вот. Так, смотрите, перец почти готов. Сейчас я вам покажу, какой он. Вот, видите. Затем нам надо взять соус. Соус опять же можете давать на глаз, а можете давать чайными ложками, как хотите. Я вот дам на глаз, смотрите. Много не даю, потому что у нас перец жёлтый. Чтоб он совсем не стал такой красный-красный. Вот так вот. И затем опять же хорошенько перемешиваем. Опять же обжариваем 2-3 минутки в соусе. И всё, и перец будет почти готов. Смотрите, как получается классно. Сейчас это всё... Вот, смотрите. Какая красота у нас получается. Видите, как классно. Так, обжариваем буквально 2-3 минуты. И всё. И будем выкладывать на тарелку. Так, ребята, перец готов. Возьмём тарелку. И будем выкладывать. Так, смотрите, какой он вообще пропитался вот этим соусом. Плюс перец ещё дал свой соус. Смотрите, как классно. Конечно же, уже ваша фантазия. Можно сервировать как хотите. Да, но по идее должно быть вот так вот, смотрите. Потом всё это дело хорошенько в конце заливаем соусом. Видите, который у нас остался. Вот. Супер. Смотрите, что у нас получилось. Сейчас мы вместе с вами будем пробовать. Я думаю, будет очень-очень вкусно. Ну что, ребята, приятного вам аппетита. Давайте попробуем, что у нас получилось. Запах просто шикарный. Мне очень нравится вот перец сам по себе. Он очень вкусный и полезный. Конечно же, он более полезный, когда его ешь свежим. Да. Но смотрите, что у нас получается. Он получается в таком вот классном сладком соусе. То есть, он не сухой. Самое главное, что он очень-очень вкусный. Класс. Всё это дело надо, ребята, есть без хлеба. Для того, чтобы почувствовать вкус. Смотрите, сколько соуса. Просто-напросто перец плавает в этом соусе. Очень вкусно. Побалуйте своих знакомых, друзей. Таким вот классным перцем со сладким соусом. Я думаю, им очень понравится. И вам также очень понравится. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся с вами в следующий флот. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok